МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Корею во всем мире принято называть страной утренней свежести. Благодарить за это название следует китайцам. Поэтическое словосочетание вышло из-под их пера еще в V веке до н.э. и, как ни странно, не имело под собой никаких оснований. Древние китайцы краем уха прослышали о союзе, который заключили корейские племена, и записали его названия наиболее похожими по звучанию иероглифами. Как известно, все китайские иероглифы что-то обозначают. Вот и получилось утро и свежесть. Это название пришлось как нельзя кстати. Ведь именно свежевыращенная зелень занимает важнейшее место в жизни всей страны и каждого корейца в отдельности. Зеленые луга аккуратно разделены каменными изгородями на квадраты, как тетрадь на клетке, а растения аккуратно посажены в линеечку. Сорняков нет или, по крайней мере, не видно. Интересно, что трудолюбивые корейцы умудряются выращивать здесь все, что способно расти – ячмень, пшеницу, соя и даже табак. Правда, основной культурой уже сотни лет остается рис. Этого короля полей пока никто не смог отодвинуть на второй план. Обработка земли, как и многое другое, для корейцев является семейным делом. Обычно за одним участком следят четверо взрослых, а дети им в этом активно помогают. Любопытно, что выращиваемые культуры помогают корейцам и в семейных делах. Здешним папам и мамам, в отличие от наших, не приходится долго объяснять своим детям, откуда они берутся и почему их находят именно в капусте. Капустных полей в Корее несметное множество, и капустная версия проходит на ура. Остается загадкой, поясняют ли корейцы, в какой именно капусте были найдены их собственные дети. Уже упомянутые китайцы привнесли в корейскую культуру не только красивое название страны, но и разнообразие капустных видов. Привычная белокочанная капуста растет тут практически на каждом поле, и русскому путешественнику еще не раз придется задуматься, где любят капусту больше – на родине или в Корее. Наряду с прочими, здесь в ходу всемирно известная пекинская капуста. Давным-давно она появилась на севере Китая и использовалась не только для еды в привычном смысле, но и для приготовления масла. Попав в Корею, пекинская гостья быстро прижилась. Причем из нее находчивые жители страны утренней свежести научились готовить уже давно считающиеся истинно корейскими блюда. Щедрые соседи из Поднебесной наградили сельское хозяйство Кореи и другой известной капустой – бокчой, которая, в свою очередь, стала для корейцев неотъемлемой частью их культуры. Возникновение капусты связано с любопытной легендой. По древнегреческому преданию, бог Юпитер долго пытался объяснить противоречивые предсказания двух оракулов. В конце концов, он взмок от напряжения, и упавшие на землю каплю пота превратились в кочаные капусты. На зеленых лугах корейцы разводят не только овощи. Свежую траву, а иногда и ту же капусту, с удовольствием уплетают миниатюрные пони. Этих неприхотливых животных корейцы выращивают на протяжении многих сотен лет. Небольшие лошадки на деле оказывают огромную помощь своим хозяевам. Раньше животные использовались в основном в качестве тягловой силы. Пони помогали людям обрабатывать многочисленные рисовые поля. Сегодня практичные жители страны утренней свежести держат пони по разным причинам. Большинство, которое живет в соответствии с традициями, так же, как и сотни лет назад, используют лошадок для работы. Но некоторые предприимчивые корейцы умудряются делать на них настоящий бизнес. В Южной Корее есть несколько мест, где жители городов могут попасть на настоящую корейскую ферму и окунуться в повседневную крестьянскую жизнь. Агротуризм, а именно так называется этот вид отдыха, сейчас весьма популярен. Уставшие горожане просто рвутся в маленькие деревеньки, где с огромным удовольствием ходят в загоны к животным, чистят стойло или ухаживают за поросятами. Там же наиболее любопытные путешественники могут пронаблюдать весь процесс обработки полей. Корейцы подходят к этому делу очень серьезно. Все вспаханные участки земли покрываются специальным раствором и пленкой, сквозь которую потом начинают пробиваться растения. Таким образом корейцы убивают сразу двух зайцев. Все поле защищено от различных пагубных воздействий, удобрено, а все ростки аккуратно вытягиваются в ряд. Как и в абсолютном большинстве стран мира, самое красивое время года в Южной Корее – весна. Не случайно именно весной при поддержке московского представительства организации «Туризма Кореи» наша съемочная группа и отправилась в эту страну. Среди полей всех оттенков зеленого цвета встречаются поля, густо покрытые желтыми цветами. Это цветет горчица. Мирную картину дополняют пасущиеся неподалеку с виду дикие козы, которые встречаются на корейских лугах довольно часто. Эту пастораль можно увидеть в любой сельскохозяйственной стране, но здесь она особенно гармонична. Куда бы ни приезжали корейцы на поселение, их всегда отличала способность в любых климатических условиях завести пусть маленький, но очень аккуратный огород, в котором с удивительной регулярностью появляются разнообразные овощи, дополняющие не только рацион семьи, но и предназначенные на продажу. Стоит отметить, что овощи, выращенные корейцами, представители других национальностей, приобретают с большой охотой. Корейцы утверждают, что тот, кто посетил их страну, но не побывал на традиционном корейском рынке, не видел настоящей Кореи. Подлинный смысл фразы «здесь есть все» начинаешь понимать только на рынке, бродя между бесконечными прилавками. Корейцы везут сюда любой товар, который можно продать, начиная от домашних солений и заканчивая новейшей электроникой и техникой. Мало где еще встретишь такое многообразие рыбы и морепродуктов. В одном конце рынка рыбу продают свежей и разделывают при покупателе, а в другом ее же готовят по традиционным корейским рецептам. Рядом выстроились на прилавках овощи. Для любителей капусты корейский рынок – настоящий рай. Многие лавочки торгуют исключительно этим хрустящим овощем. Корейцы общаются с покупателями в лучших традициях восточного рынка. Попытаются уговорить, поторговаться, а если взаимопонимание не достигнуто, уважительно протянут капустный лист на пробу. Привередливые покорители пространства, которым свежая капуста пришлась не по вкусу, могут попробовать традиционное корейское блюдо – кимчи. Если рис является основой почти всех корейских блюд, то кимчи точно занимает первое место среди местных закусов. Это острые, маринованные или засоленные овощи. Видов кимчи насчитывается около 220. Кимчи готовят из капусты, огурцов, резьки, баклажанов, папоротника и многих других растений. Вне зависимости от продукта, главным ингредиентом всегда остается красный перец. Причем на севере страны его кладут меньше, чем на юге. Впрочем, европейцу определить это будет довольно сложно, поскольку что северные, что южные варианты кимчи покажутся очень острыми. Корейцы считают кимчи полезным блюдом. В закуске содержится много витаминов, а из-за остроты расщепляются жиры. Правда, вряд ли модницы согласятся худеть с помощью кимчи. Это примерно то же самое, что на завтрак, обед и ужин есть горчицу. Рынок в Корее не просто торговая точка. Сюда уже не одно столетие принято приходить всей семьей на прогулку, медленно пробираться по узким улочкам, пробовать товары на вкус, торговаться с каждым продавцом, а заодно узнавать и обсуждать последние новости. С древних времен рынок практически не изменился. Здесь все так же строятся только одноэтажные домики, а на улочках стоят маленькие тележки с товаром. Продавцы не менее крикливо зазывают проходящих мимо людей. Единственной новизной рыночной жизни стала английская и, как это ни удивительно, русская речь. На этих двух языках корейцы с переменным успехом пытаются объясниться с покупателями. Очевидно, что самой посещаемой частью рынка является та, где при покупателях готовят различные блюда. Определить местонахождение мини-кафешек несложно по аромату специй. Один из прилавков сразу привлекает внимание покорителей пространства. Здесь продаются настоящие золотые рыбки. Правда, исполнить они могут всего одно желание – удовлетворить голод усталого путешественника. Рыбки – это корейские пирожки и хлебцы, которые готовятся в специальных двусторонних формочках. Сначала туда выливается тесто, а затем кладется наполнитель. Обычно это сладковатая паста из бобов. В результате получается лакомство, хрустящее снаружи и тянущее изнутри. Пирожки появились в Корее благодаря японцам, которые познакомили корейцев с золотистыми рыбками совсем недавно, в начале прошлого века. А вот лепешки и оладьи с различной начинкой – изобретение чисто корейское. Для их приготовления корейцы также используют уйму различных овощей и приправ – баклажаны и грибы, рыбу и устрицы, зеленый перец и кимчи. Корею не зря называют страной закусок. Тот же рис корейцы готовят без особых изысков, а неповторимый колорит он приобретает благодаря самым разным добавкам. Разобраться во всем этом изобилии сразу невозможно. У жаждущих экзотики есть два варианта. Можно ходить от прилавка к прилавку и пробовать все подряд. Но в этом случае неплохо бы запастись какими-нибудь таблетками. Нежные европейцы плохо подготовлены к некоторым корейским изыскам. Второй вариант – найти местного жителя, который говорит по-русски или английски, расположить его к себе и попросить устроить небольшую экскурсию по рынку. Риск съесть нечто неудобо варимое остается и в этом случае. Зато увеличиваются шансы найти по-настоящему вкусное и интересное блюдо. В рыбных рядах покупателю точно необходим проводник или хотя бы определитель подводных обитателей. Корейцы предлагают отведать как вполне традиционные морепродукты, таких как беды кальмары и морская капуста, так и не очень знакомых нашим соотечественникам рыб, таких как черный памфред. Последний очень напоминает палтуса и невероятно популярен из-за своего плотного сочного мяса и небольшого количества костей. Тут же можно добавить к рыбе гарнир на любой вкус. Про сладкую жизнь корейцы тоже не забывают. Здесь в ходу сладости, которые чем-то напоминают черчхелу. Они делаются из риса, орехов и ягод. Наиболее изысканная публика предпочитает засахаренные фрукты, сладости из семян кунжута, меда и имбиря, а также всеми любимую сушеную хурму. Специфике потребления корейских лакомств можно посвятить не одну программу. Некоторые из них тают во рту, а другие настолько твердые, что продавцы вынуждены постоянно натачивать разделочные ножи. Каждый покоритель рыночных прилавков знакомится с корейскими блюдами в меру своей решимости. Самым смелым необычные вкусовые ощущения гарантированы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова